Сегодня у нас в гостях доктор философских наук, профессор Рабочей школы экономики Ольга Анатольевна Жукова с очень интересной темой, полстой философской критики Николая Бридяева. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые мои слушатели, постоянную часть репрессии. Позвольте вас поприветствовать и в первую очередь, конечно, хочу поблагодарить музей за философскую инициативу, что такой, в общем-то, проект, который требует некоторых усилий и создания аудитории, и создания атмосферы, и Надежда Александровна, которая является автором этого проекта и соединяет линии русской мысли и русской литературы. При этом, друзья, мы начнем с нашу философскую беседу. Сразу говорю, что буду исследовать строго заявленные теми лет в Толстой философской критики Бердяева. Я остановлюсь исключительно на восприятии и оценке Бердяева и Ивана Николаевича Толстого. То есть сюжет, сюжет очень важный для истории русской мысли и ключевой, один из ключевых для интеллектуальной биографии самого Николая Александровича Бердяева. И я ставлю в стороне отношение Ивана Николаевича Толстого к авторам век, к тем философам, которые проделали путь от марксизма к идеализму. Потому что Ивана Николаевич воспринял критический век, но этому посещена совершенно другая страница. Мы сегодня сосредоточимся на той самой философской оптике восприятия Ивана Николаевича Толстого Бердяева. Что оправдывает такую постановку вопроса и позволяет нам сопоставить двух великих авторов русской культуры, писателя и мыслителя. Один из которых является представителем великой русской классики Леонид Николаевич Ильи. Николай Александрович – это ключевая фигура Серебряного века, интеллектуальная культура Серебряного века, ярчайший автор русского религиозно-философского Ренессанса. Я бы сказала, что Бердяева-Толстым связывает сложный комплекс отношений по принципу притяжения и отталкивания. С одной стороны, это восхищение перед величием художника, а с другой стороны, резкая критика его идей, о чем Бердяев прямо говорит, что он никогда не сочувствовал философским идеям Толстого, и в этих идеях его отталкивал, прежде всего, грубый рационализм. И критика Бердяева в некоторых своих пунктах доходит до прямого осуждения и даже обвинения Леонида Николаевича Толстого. Но при этом Бердяев пытается быть объективным, предельно честным философом и бесконечно повторяет, что Лев Николаевич для него это символ Родины, и что любовь к Леву Николаевичу такова же по силе, как и любовь к его Родине. И случай Толстого в истории России по мнению Бердяева это абсолютно гениальный факт, а любой гениальный факт, цитирую буквально, это факт провиденциального характера. И здесь мы, конечно, сталкиваемся с особым стилем мышления и особой философской позицией Бердяева, который преимущественно является метафизиком. И вот в этой своей метафизической линии восприятия он и выстраивает критику Льва Николаевича Толстого. Различает в нем поэтому две ипостаси. С одной стороны художника, которого он почитает как великого гения, с другой стороны мыслителя, к которому относятся весьма придирчиво и, конечно, оценивает его с позиции своих собственных глубинных, выношенных идей свободы, творчества, философии свободного духа. По Бердяеву как художник Толстой метафизичен, и это оправдывает его гениальность в истории русской культуры. Что касается Толстого мыслителя, то вывод, к которому приходит Бердяев, что Толстой, по сути дела, антихристианин, Толстой морализатор, натуралист. Это еще не самые жесткие обвинения в адрес Толстого, что это мыслитель, который безразличен к личности в своем крайнем индивидуализме и представляет собой тип ушеления, сходный с философским учением буддизма. Что же тогда связывает Николай Александрович и Льва Николаевича? А связывает по словам самого Бердяева отвращение ко всякому злу, отвращение к неправде и лжи этого мира. Поэтому Бердяев, конечно, вычитывает в Толстом его глубокий гуманистический пафос, и в этом абсолютно солидаризируется с гением русской культуры. Я хочу зафиксировать очень важный момент, который является стержнем моего сводничного благословального сообщения. Он заключается в том, что Толстой для Бердяева это крайне важный фактор и даже стержень его интеллектуальной, духовной и философской идентичности. Вот из этого мы будем исходить. И я попытаюсь развернуть эту аргументацию, обратившись к самому Николаю Александровичу Бердяеву, к его признанию. Потому что подлинность этого высказывания не подвигается сомнению по своему типу, такой искренности, экзистенциальной искренности и самораскрытия своего творческого потенциала и своей личности, своей личной философии, своего личного философского креда. Так вот, признание самого Бердяева мы можем вычитать в отношении Льва Толстого его гениальной книги, книги, которая называется «Самопознание», которая представляет собой уникальный опыт философской автобиографии. Философам она хорошо известна, и, кстати, эта книга имеет исключительное воздействие на моему педагогическому опыту, на мой молодых поколений. И у многих студентов интерес и внимание к русской философии начинается именно с чтения этой книги. Это такой путеводитель, такой ключ, инструмент, даже канал, по которому, в общем, происходит включение в контекст русской мысли. Поэтому «Самопознание», конечно, здесь ключевой текст для того, чтобы мы разобрались с этим сюжетом отношения Бердяева к Толстому. Процитирую один маленький-маленький фрагмент. Бердяев говорит о том, что, безусловно, в нем есть значительный элемент пристрастий к западной мысли, и он так это называет, западный элемент. Тем не менее, я, говорит Бердяев, чувствую себя принадлежащим русской инференции, искавшей правду. Внимание, искавшей правду. Это тот исходный момент, который объединяет и философский, религиозный поиск Толстого и философский религиозный поиск самого Бердяева. И так, искание правды. Я наследую традиции, дальше Бердяев перечитая, славянофилов, западников, Чадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского. То есть он берет анатическую линию, эволюционно-демократическую линию, несмотря на различия миросозерцаний. И более всего, и здесь ключевая фраза, и более всего Достоевского и Толстого, запятая, Владимира Соловьева и Николая Жозерова. Итак, четыре ключевых фигуры. Две из них философского ряда и две из них литературно-писательского ряда. И дальше он продолжает эту линию, он себя идентифицирует вот всем типом особого философствования, русского философствования, где очень важны взаимодействия и смысловая обусловленность между литературой и философией. Ну, эти тезисы о литературно-сотричности нашей культуры, о том, что философская мысль у нас, в общем, была внутри традиции этического, этической литературы и так далее, она хорошо известна. Но самое главное, как о себе говорит Бердяев, я русский мыслитель и писатель. То есть он себя причисляет к линии Достоевского, Толстого, Соловьева и Федорова. И мой не русализм, а я, как так, национализму русская черта. Текст и самопознание, еще раз сконцентрирую внимание на том, что крайне важный. Бердяев писал это долгое, это поздняя работа. Замысел возник в 20-е и 30-е годы, потом она очень долго редактировалась. Редактировалась в течение 6 лет, с 40-го по 46-го года. Была внесена последняя правка, виловая правка с 46-го года. Публикация уже состоялась после смерти автора. Поэтому она действительно является итоговой, которой мы должны верить последними аргументами, аргументами завещания, философского завещания Бердяева. Книга, напомню, посвящена Евгению Дихмираб. Это сестра, младшая сестра его супруги, которая тремя годами раньше, в 45-м году, скончалась. Должна специально отметить, что к проблеме философского осмысления творчества Толстого Бердяев возвращался неоднократно, причем относился к нему бесспорно, как гению. И это свидетельство можно найти в центральной книге Бердяева, где, собственно, начинается его оригинальная философская мысль. Я имею в виду смысл творчества. Книга 1916 года, которая написана после посещения Италии, встречи с флорентийским ренессансом, и соединяет вот эту линию культуры и святости, то есть соединение проблем религиозности и культурного творчества Бердяева. Вот в главе седьмой, которая называется «Творчество и аскетизм. Гениальность и святость» Бердяев упоминает о Толстом. И упоминает о Толстом в ряду с Гёте, то есть доказывая, что он абсолютно универсальный гейм. Обращение Гёте – это действительно сильнейший аргумент, потому что Гёте для русских мыслителей – это образец мыслителя и образец писателя, то есть единство философского и литературного творчества. Но вот в случае Бердяевского дискурса о Толстом речь идёт не только о самостоятельных текстах, статьях, которые посвящены Льву Николаевичу, но практически о всех ключевых произведениях Бердяева, где он неоднократно обращается к Льву Николаевичу Толстому, обсуждает характеры и природу его дара, рассматривает его идеи в контексте русской и европейской философии, сопоставляет его учения с мировыми религиозными традициями. И, конечно, на что особо обращаю внимание, постоянно проводит сравнение Толстого с Достоевским. Ухожу на эти главные источники, которые составляют корпус с сочинений Бердяева, где наиболее ярко присутствуют его отношения, выраженные его отношения к Толстому. Межде всего, я должна назвать его статью, хорошо известную, «Ветхий и Новый Завет в религиозном сознании» Два Николаевича Толстого. Она входит в заметный сборник, сборник под названием религии Ива Толстого, который был собран Сергеем Николаевичем Булгаковым по смерти Ивана Николаевича. Он вышел в издательский путь, путь, которым возглавляла Маргарита Кирилловна Морозова, Евгений Николаевич Трубевской. Эта книга была очень важна, если поднять переписку «Пистолярное наследие», посмотреть мемуариси, как делась работа над этой книгой. То есть это очень плотный такой интеллектуальный контекст, как все это обсуждалось, это очень важно для историков мысли, это действительно отдельный сюжет, который мы можем посмотреть. Ну, здесь очень интересными статьями играют статья Зиньковского Василия Васильевича, будущего, дающегося историографа русской мысли эмигранта, князя Евгения Николаевича Трубевского, самого Сергея Николаевича Булгакова, Владимира Эрна, ну и, конечно, Николая Александровича Бердяева. К этой книге мы еще обратимся, но в ряду прочих текстов я должна назвать текст восемнадцатого года, который был опубликован в русской миссии в марте и апреле, то есть это уже революционная и послеволюционная ситуация, очень бурная, она очень активная для Бердяева, потому что с точки зрения его интеллектуальной биографии это акме, это творческое акме, которое он достигает, и здесь огромное количество текстов, здесь и то, что он посвящает судьбе России, собирая свои тексты, его участие последующее, буквально вот опять же с марта, в август, в сборнике из глубины, вот это вот все один круг полиеволюционной и постреволюционной литературы. И пишет он статью, которая называется «Откровение о человеке в творчестве Достоевского». Напоминаю, что Николай Александрович выступает с инициативой создания Вольной Академии Духовной Культуры, это в общем такое его детище, образовательное детище, где он преподается, где он читает свои лекции, эти лекции про полную переносицу и читаются в стенах уже Московского университета, но центральная тематика этих лекций является творчество Достоевского. Ну, это понятно для Бердзея, потому что он признавался, что Достоевский это главный экзистенциальный источник его творчества, главный религиозный источник его творчества, и что отчаянно он называет вроде-то водителем Христу, для всей русской мысли. Но в этом тексте крайне важно, что идет постоянное сравнение Толстого с Достоевским. То есть он использует принцип корпоративности и такой очень открытый, я бы сказала, философский ход, сравнивая тип мышления, тип религиозности Федора Михайловича и Льва Николаевича. То есть чем он занимается, да? Он занимается аналитическим обочленением структурных элементов идей, религиозно-философских идей Достоевского и Толстого, характеризует установки этих авторов в сравнительном плане, как они реализуются в художественном тексте, в художественном ткани, то есть он касается вопросов и стилистики. Ну и, конечно, самое главное, к чему он приходит, он реконструирует творческий облик и типологию, и создает типологию мировоззерцания Достоевского. И для этого ему нужна альтернатива, антипод, чтобы показать на границе, на границе выявить смысл одного и другого актора. Ну вот к этой статье «Откровение человека и творчества Достоевского» примыкает, на мой взгляд, одна из лучших статей Бердяева, которая обладает несомненной логичной структурой, потому что Бердяев очень афористичный, метафоричный актор, очень проблемный внутри своего вышления, парадоксальный, но эта статья необыкновенно быстрая, она написана на одном дыхании, что еще раз позволяет мне говорить о том, что это автор, который достигает своего философского апогея, отлетает свой собственный язык, свой собственный голос. Речь идет о знаменитой статье из сборника «Из глубины», который собирал Бердякардович Штрувы, нелегально вернувшийся в Москву, с югов, белых югов, и бросивший клич среди бывших авторов век. Эта статья называется «Духи русской революции», и здесь Толстому посвящена отдельная глава, которая так называется «Лев Толстой в русской революции», и она является свидетельством необыкновенно острой, чрезвычайно болезненной реакции на события революции, и результатом этой реакции является буквально уничтожающая критика Толстого когда-либо вообще прозвучавшая в адрес писателя. Да, можно в этом видеть парадоксальность самого Бердяева, который признается в любви Толстому и в то же время утверждает его гениальность, и здесь же не спровергает его в качестве интеллектуального и морального авторитета русского общества. Но в этом, видимо, и состоит великая правда самого Бердяева, который стремится быть абсолютно морально честным философом, и брать на себя ответственность той самой революционной и постреволюционной интеллигенции, которая пережила этот искус революции. В данном случае авторы вверх от нее отшатнулись, они произвели эту уничижающую и развенчивающую критику антирелигиозного, антигосударственнического революционного сознания русской демократической интеллигенции. Он берет на себя эту ответственность, не снимает за революционный пожар и за эту историческую трагедию, но сфокусируясь на трех гениальных авторах русской культуры и литературы Гоголя, Достоевского и Толстого, говоря о том, что Гоголь и Достоевский именно в своих литературных писаниях выявляют старые застарелые болезни русского общества, и тем самым они, как пророки, являются некоторыми метафизическими провинцами того, что случилось с Россией в 17-18 году. А вот Толстой менее интересен в данном случае, менее интересен своих литературных писаниях, но он является, и здесь буквально в смысле слова работает ленинская формула, он является зеркалом русской революции, зеркалом русской революции, и вот к этому зеркалу русской революции он, Гердаев, обращает свое пристальное внимание и такую убийственную аргументацию дает в адрес Толстого, которое, конечно, еще раз повторю, прежде никогда не прозвучало, то есть он буквально в смысле слова ставит диагноз и обвиняет его в авторстве этого революционного сознания. Еще одну книгу, еще один большой текст, где значительное место отведено Льву Николаевичу Толстому, я должна назвать, эта книга уже пост-эмигрантская, но она еще несет в себе этот печаток актуальности, взлободневности, постреволюционной историософии и бурной даже публицистической реакции на эту проблематику. Это книга «Миросозерцание» Достоевского, она была выпущена в Праге в 1923 году. По сути дела, это разработка и доведение до книжного формата его лекционного курса, посвященного Достоевскому. То есть там какие-то основные идеи, которые уже были высказаны в статье 18-го года, посвященные Достоевскому, они заново осмысляются, Бердяев их развивает, но надо сказать, что это характерно вообще для мысли Бердяева. Он постоянно возвращается к своим излюбленным темам, пытается их достроить, каким-то образом сформировать систему, то есть это несколько ядерных тем и вариации к ней, это его путь эволюционного мышления, вот и найденные темы, темы свободы, темы творчества и темы религиозного сознания, они в общем являются такими стержнями и на них нанизываются все остальные сюжеты. Собственно, на эти темы нанизываются и сюжеты Толстом, но в нем есть большое присутствие еще и личного отношения, об этом чуть позже. Ну и я должна назвать еще небольшую главку, посвященную Толстому, это статья, юбилейная статья, она была опубликована в журнале Путь в 1928 году, называлась она так «Три юбилея двоеточие, Лев Толстой, Генри Фибсов и Николай Федоров». Вот это главка, посвященная Леву Николаевичу Толстому. Пожалуй, это все из текстов, которые непосредственно посвящены. Но еще раз повторяю, обращение к Толстому, оно везде, везде, буквально во всех ключевых произведениях, философии свободного духа и классофии новой духовности, я и ты, простите, я и мир объектов. Сработала отсылка к губеру. Одним словом, не говоря уже о самопознании, где он еще раз и еще раз фиксирует свою принадлежность к традиции Толстого, Толстого и Достоевского. Вот оценивая этот корпус работ Вердяева, посвященных русской истории и культуре, литературе, где важное место отводится Толстому, можно сделать электропредварительный вывод, что при всем внимании к гению Толстого, Достоевский все же экзистенциально, психологически и религиозно-нервоззренически ближе к Вердяеву. И подлинно Вердяев, конечно, увлечен этими метафизическими вездами, которые раскрываются в великом пятихниже Достоевского, ну и не только, в его, собственно, философско-политических писаниях, в коем является дневник писателя, это действительно так, это публичный дискурс, где Достоевский является таким почти социальным философом-философом культуры. Доминанта топики Достоевского в творчестве Вердяева, она очевидна. Но еще раз повторю, что вот эта общность глубинной христианской интуиции, которую обнаруживает Вердяев с Достоевским, вот, и устанавливает свою структуру религиозности, тем не менее, позволяет ему как-то подсветить и дать очень точные характеристики по поводу учения Льва Колстого и сделать очень глубокие моральные философские выводы, моральные философские выводы по отношению к Львову Николаевичу. Но надо сказать, что Толстой и его герои, а филиация к религиозно-философскому поиску автора Анны Карениной «Воскресение, войны и мира», и не только к самому Льву Толстого, но и к образом его произведений, это неотъемлемая часть философских произведений Бердяева. Вот постараемся понять, постараемся понять, почему Толстой постоянно находится в философском горизонте Бердяева. Это вот ключевой вопрос, который я ставлю. Почему он постоянно удерживается мыслителем как необходимый элемент его эзотенциальной персоналистической философии, причем философии, конечно, религиозно-ориентированной, и которую можно назвать персоналистической метафизикой. Опять же, обращусь к тексту «Самопознание», где Бердяевь многократно, очень многих глав, упоминает Льва Толстого. Одна из центральных глав этой книги называется «Одиночество». Философ, учитавший и знакомившийся с основным корпусом текстов Бердяева прекрасно представляет, что одиночество – это абсолютно инсистенциальная проблема, и ей Бердяевь уделяет огромное внимание, он заявляет о себе как одиноком мыслителе, поэтому одиночество мыслителя – это та вершина, с которой правная точка философствования, с которой, в общем, он рассматривает весь современный философский ландшафт, и не только философский ландшафт, который реконструирует и дает интерпретацию всей истории философской, не только религиозной мысли. Потому что Бердяев очень тяготеет вот этим масштабом, ему важно дать определение в отношении ко всем историко-философским и религиозным традициям для того, чтобы показать свою отдельность и предъявить свою собственную оригинальную метафизическую систему. Итак, тема «Одиночество мыслителя». Он сопровождает ее второй очень важной для него теме – преодоление одиночества в общении. И соединяя эти две жизненные важные интенции, он указывает на очень личный опыт своего становления, то есть на свой детский миф, детское самовосприятие. Он говорит о том, что с раннего детства он чувствовал восстание личности против рода. Восстание личности против рода. Что я выразитель восстания личности против рода. Это устойчивое ощущение, оно очень рано у Бердяева сформировалось, можно сказать, вообще с момента пробуждения сознания. В этой форме, конечно, очень сложный комплекс его личных ощущений, самоопределений, философа метафизического анархиста, философа свободы, мыслитель, который, в общем, предложил свой проект «Онтология Духа». Эту «Онтологию Духа» он даже предлагал называть «Кневматологией», который предложил свою собственную философско-религиозную программу и свидетельствовал о новой духовности в мире. Но вот в этом своем философском автобиографическом моменте Бердяев рассказывает о своей особости, подчеркиваю, особости. И эту свою особость он характеризует с помощью Льва Толстого и образов его произведений. То есть он подчеркивает свою отъединенность, духовную отъединенность от мира, от внешней стороны жизни, от наличного, фактического бытия, что и было очень рано прочувствовано и осознанно, подчеркивает следующим высказыванием, следующим самопризнанием. С детства я много читал романов и драм, меньше стихов, и это лишь укрепило мое чувство пребывания в своем особом мире. Герои великих литературных произведений казались мне более реальными, герои более реальны, чем окружающие люди. В детстве у меня была кукла, изображавшая офицера. Это важно для Бердяева. Он потомок, он наследник военной аристократии, дворянского военного аристократического рода. Его отец был кавалергардом, Александр Михайлович, уездным предводителем киевского двоянства. И все это наследование именно военной линии, по Бердяевской фамилии, для него очень важно, случайно, ему самого отдали. Кадетский корпус, правда, не заладилось, не сложилось, потому что я совершенно был особенный человек. Итак, в детстве у меня была кукла, изображавшая офицера. Я наделила эту куклу качествами, которые мне нравились. Вот так, как создается альтер-эго. Как устанавливается и формируется свой детский миф, и как происходит, как бы, опознание реальности, как происходит процесс интериализации, в то же время экстериализации своего опыта, личностного опыта. Наделил, который мне нравился. Это мифотворческий процесс. То есть, он признается, фиксирует, рефлексирует на своем собственном детском опыте. Я очень рано, и вот здесь ключевая фраза, я очень рано в детстве читал «Войной мир». То есть, малыш, который выучился читать, там, покуда стал себя осознавать. Это признаки, конечно, лениальности, безусловно. Интеллектуальные способности выдающихся. Оно не говоря о том, что мама говорила практически по-французски, и там абсолютно юбиленовы были, и так далее, и так далее. Наследница французского, гварянского рода. Итак, в детстве я читала «Войной мир», и незаметно кукла, которая называлась Андрей, перешла к князя Андрея Болгонского. Князь Андрей Болгонский – это альтер-эго самого Николая Александровича Пердяева. Все, ничего нет более устойчивого, чем детского мира. Это то, из чего растет сознание человека, и то, что ведет его по жизни, и то, что является его убежищем, то, что является его моментом вхождения в мир. И вот эти два окна, да, самораскрытие всем миром и вхождение этого мира в личность человека. Итак, мир вошел в Пердяева посредством Льва Толстого, посредством куклы, которая получила имя Андрея Болгонского. И дальше поясняет Пердяев. Получилась созданная мною биография существа, которая представлялась мне очень реальным, во всяком случае более реальным, чем мои товарищи по корпусу, имеется в виду тот самый кадетский корпус. Да, вот тот момент общения и трудность общения с ребятами по корпусу, объединенность, потому что, ну, надо сказать, что интеллектуальные уровни развития между средними учениками этого корпуса и Николаем Бердяевым, маленьким, юным, был колоссальный разрыв. То есть это действительно было уже создано свой собственный книгочейный мир, мир не просто художественной литературы, но и интеллектуальной литературы, и разница была колоссальная. То есть он человек, который формирует как у себя поле одиночества. То есть он себя, по сути дела, уже на этом этапе готовит к пути философа, человека, который бесконечно рефлексирует и продолжает свой собственный мир. Итак, кукла Андрея стала Андреем Болконским. Болконским, то есть, по факту, это альтер-эго самого Бердяева. И здесь не только сила воображения и фантазии одаренного ребенка, но и самое первое непосредственное и сильнейшее художественное впечатление от великого романа гениального писателя и от самого вкуса аромата русской литературы и русской культуры. То есть вот так входит русская история, но не говоря о том, что предок Николая Александровича Бердяева просто сражался в Отечественную войну 12-го года, и портрет его в галилей, военный галилей, в Эрмитаже висит. То есть там все в порядке, вот Бердяев свою идентичность выстраивает через Жаня Николаевича Толстого. Примерно так, как Герцан выстраивал свою идентичность от наполеоновского пожара в Москве. Постоянно просил, с чего начинается было и думать, постоянно просил свою нянечку рассказать, как его увозили Маликова из Москвы, как спасалась семья из этой горящей Москвы. То есть как выстраивается нарратив истории, как вписывается этот личностный миг в нарратив стурной российской истории. Вот он у Бердяева вписывается через Толстого, и только через Толстого, пока, пока через Толстого. И характеризуя свою противоречивость, противоречивая своей натурой, склонность к мечтательности, к признанию большей ценности внутреннего мира над наличной реальностью, над фактами внешней реальности в своем духовном опыте, вот Бердяев в самопознании прибегает, по сути дела, даже к приему Толстого. На это тоже особенно указываем внимание. Просто он заимствует этот образ Толстого, образ Андрея Волковского, который становится его другом, в общем, его лучшим ямом. Который, может быть, он хотел видеть самому себя. Но он и использует методологический, что ли, этот прием, этот код. Тот, который использует в характеристике Андрея Волковского сам Толстой. Есть мир иной, более реальный и подлинный. Глубина я принадлежит ему, так говорит Бердяев. В художественном творчестве Ильба Толстого постоянно противополагается мир лживый, условный и мир подлинный. Божественная природа. И в скобочках объясняет Бердяев. Князь Андрей в педербургском салоне, внешняя лживая реальность. И князь Андрей, смотрящий на поле сражения, на звездное небо. Вот эта граница подлинности и неподлинности, она точно так же проходит, так как она проходит внутри Андрея Болковского, с помощью изображения Льва Толстого, так вот он заимствует изображение и показывает свою собственную внутреннюю границу, различающую подлинную и неподлинную в своем внутреннем мире. С этой темой связана для меня роль воображения и мечты. В действительности противостоит мечта, и мечта в каком-то смысле реальная действительности. Это тезис Бердяева, это то, чем он живет. Мечта реальной действительности. В действительности. Это могут определить как романтизм, но это тоже не точно. То есть я не романтик, говорит Бердяев. У меня всегда было очень реалистическое, трезвое чувство действительности. То есть он метафизический реалист, можно так сказать. Он заинтересован, погружается в эту метафизику, но при этом острота чувства реальности, например, через ощущение чувства несправедливости, то, что опять хранит его с Толстым. С неприятием, социальной лжи, неравенства и так далее. Все формы зла, порока и греха, это все формы неправды, которую он очень трезво ощущает, и почему Толстой ему в этом смысле близок. Скажу, что такое раннее серьезное проникновение в художественную ткань гениального романа, вплоть до создания собственного аниматического мифа, я бы это так назвала, то есть до ошивления персонажа, буквально до ошивления персонажа, который становится Леонид Гердяева, другом, все это формирует будущим выдающимся русском мыслителе не только колоссальную практику чтения, навык чтения русской литературы, но и навык постижения смыслов и образов русской литературы, и в данном случае здесь роль Толстого не чуть не меньше, чем роль достоевства. Он оказывается таким же путеводителем к огромному корпусу и к огромному наследию русской литературы и русской культуры. То есть Толстой действительно становится, и созданный им образом становится частью, неотъемлемой частью духовного мира Гердяева и моментом его интеллектуального взросления и самопознания. Но обращу ваше внимание, что, конечно, благодаря Достоевскому Толстому Гердяев смог разглядеть в русской литературе ее глубокое этико-философское содержание. Толстой и Достоевский помогли ему. И это была величайшей прививки от того самого утилитаристского прочтения русской литературы, которая возобладала в демократической интеллигенции. И, собственно, об этом потом Гердяев скажет. Скажет своей знаменитой статье в веках, которая так и будет называться «Философская истина и интеллигентская правда». Он обвинил ту самую очипенческую, безрелигиозную, антигосударственную, революционно-демократическую интеллигенцию в том, что она просмотрела русскую литературу. Просмотрела русскую литературу именно как содержащую глубокую философскую и идтическую мысль. То есть она ее читала, реагировала и на Толстого, и на русские гения, но вычитала в них весьма какую-то прагматическую, прощенную, интеллигентскую идею. Она не увидела в ней всей той глубины содержания, которую, в общем, дает нам возможность сопоставить Достоевского и Толстого с Соловьевым, Чаадаевым, то есть настоящими, подлинными философами. Как он об этом говорит? То есть бросает, в буквальном смысле, упрек всему русскому образованному классу. Он создает портрет этой революционной интеллигенции и говорит о том, что ее особенность состоит в том, что она признает философию, которая помогает бороться против самодержавия. Помогает бороться против самодержавия, но она не хочет видеть богатство русской культуры. То есть она исключает сразу культурный элемент и своей и политической, и идейной программы. В этом, конечно, огромный минус. А у Бердяева как раз вот это отвлезление, так скажем, от марксистских иллюзий, хотя марксизм его тоже увлек своей интеллектуальной стороной, я считаю, был свежим, противостоял какой-то глубокой народнической идеологии. И он действительно вычитывал весьма глубоко марксизм. Но тем не менее марксизм стал для него недостаточным, даже при всем богатстве философско-исторических идей. И от этого обращение к идеализму и обращение к метафизике. Так вот, Достоевский и Толстой – это прививка. Прививка, которая позволяет философизировать русскую литературу и избежать ее утилитарного рассмотрения, как сделала революционная интеллигенция. В общем-то, он говорит о том, что Толстой и Достоевский в этом смысле продолжают в линию трагического мыслителя Чаодаева и христианского метафизика Соловьева. Ну, конечно, противоречивость взгляда Толстого, его антинамичность и парадоксальность, вот это расхождение между гением художника и некоторым, некоторым богом, как следует из критики Бердяева «Убогость своего идей» мы находим в этой ключевой статье о религиозном сознании Льва Толстого, в сборнике 12-го года о религии Льва Толстого. Ну вот, прежде чем дать такой резкий критический анализ, Бердяев отмежевывается от той публики, философствующей публики или публицистической, журналистской, которая пыталась уже Толстого как-то утилизировать, посмотреть на него, как Бердяев пишет, с утилитарно-тактическими целями. Она и анафематствовала его с этой точки зрения, анафематствовала как слугу антихриста. И по Бердяеву тем самым вот такой примитивный подход к Толстову как мыслителю, художнике, в общем, слов нет, понятно, что все сходятся в том, что это гений. Вот такая критика по мнению Бердяева, она только оскорбляла гениального человека. И вот отмежевавшись от этой традиции толкования, утилитаристского толкования Толстого, Бердяев, расчистив поле, дает свою и очень весьма жесткую, жесткую критику Толстого. С одной стороны, он признает его величие и говорит о том, что жизнь Толстого, его искание, его будущая критика, и мнение великое, мировое, оно требует оценки в позиции вечной ценности, а не временной полезности. Значит, он устанавливает самую высшую точку по отношению к суждению Толстому. Итак, высшая ценность, позиции вечности. И вот здесь он пытается начать мыслить о Толстом. Упоминает только две работы, которые философски, ну, каким-то образом приближаются к оценке, подлинной оценке Толстого. Это работа Мережковского, Лев Толстой и Костоевский, где Мережковский делает акцент на языческой составляющей велики Толстого. И работа Лева Шестого, идея добра в учении грамм Толстого и Ницше. Но вот это признание величия Толстого не позволяет Вердяеву все-таки на этом остановиться. Он выдвигает против него ряд серьезных обвинений. Он выдвигает некоторый контртезис, контртезис, который последовательно развивает. Лев Толстой, вот тот самый главный тезис и контртезис Бердяева. Лев Толстой исключительно оригинален и гениален, и он же исключительно банален и ограничен. И вот эту антинамичность, противоречивость мышления Толстого в его лингвозном сознании, в его моральном сознании, он описывает последствия оппозиции. Это очень удается Бердяеву, то есть такая яркая, атуристичная мысль, она является таким и публицистическим, и философским орудием Николая Александровича. Итак, в чем можно видеть эти противоречия в сознании самого Лев Толстого? С одной стороны, говорит Бердяев, это органичная светскость. Желание быть как все. То есть даже желание в каком-то моменте славы, то есть желание обристать в обществе, то есть стать частью этого общества. С другой стороны, восстание против света, восстание против света, против буржуазности, за которые, как говорит Бердяев, идет бунтующая критика Толстого в адрес культуры и истории, которая просто переходит в отрицание и культуры, и истории. Вот этот тезис и контртезис надо запомнить. Вторая важная пара. С одной стороны, как он говорит, животный материализм, животное растительное счастье, как высший божественный закон жизни. Желание и счастье. Да, мы видим, что герои великих романов Толстого стремятся к счастью. Ну, эсбегония, ну, в данном случае, это и семейное счастье, это и личное счастье, это чудо любви. Они жаждут этого, причем полноты. Полноты и физической полноты, и душевной полноты, и моральной полноты, моральной состоятельности всего того, что происходит. А с другой стороны, говорит Бердяев, это отрицание плоти, это аскетизм. Ну, варение, которое выражено в отце Сергии, ему все плоти. Отсюда делает Бердяев невозможно прорваться в жизни духа. То есть Толстому закрыта духовная сторона жизни. Он останавливается на ее душевной телесности, душевной и телесной стороне. То есть он ограничен в своем проникновении вглубь человека, что, конечно, ну, здесь, понятно, незримо присутствует фигура Достоевского, а у Достоевского это погружение и проникновение, по мнению Бердяева, абсолютное. То есть там эти метафизические, бедные, бездные, и весь этот философский персонализм с полной мере показан. Еще одна пара, в которой раскрывается противоречие Льва Толстого как художника и мыслителя. Бердяев говорит, трезвость, рассудочность, практицизм, отсутствие поэзии мечты, отрицание красоты в одном и в одном ряду. Но при этом Бердяев говорит, что Толстой оставил нам творение великой красоты, великой красоты. С одной стороны это эстетическое варварство, с другой стороны художественное гениальность. Ну здесь, конечно, тезис очень спорный. Бердяев ее явно заостряет, что он имеет под виду, под фразой эстетическое варварство, потому что она его авторская, эстетическое варварство. Но можно сказать, что для самого Толстого красота проблематична. Красота, которая рассматривается не как внешняя красивость, да, там, сопоставление образов Элены и Мали-Плаконской, да, как внутренне наполненная духовная красота. Скорее всего, здесь нужно искать вот корень Бердяевского суждения. Еще одна пара. Индивидуализм, антиобщественность. Индивидуализм и антиобщественность. Но при этом совсем не чувствует личность, говорит Бердяев. Значит, при крайнем индивидуализме, в том пути тысяч километров, которые наматывает вокруг своей оси, вокруг своего собственного сознания, Лев Николаевич Толстой, что в конечном итоге разлучает его и семьей, да, и вот все эти его моменты покаянные, покаянности и какой-то особого пути, особого пути своего толстовского спасения, как он это видит, перед лицом вечности, перед лицом истории, перед лицом культуры и своего даже читателя и своей семьи. Так вот, при этом индивидуализме и антиобщественности для Толстого лично совершенно закрыто. Он ее отрицает. Потому что, по мнению Бердяева, он находится в стихии родов. То есть он опять не попадает в философский персонализм, так как попадает туда Достоевский. Еще одна пара. Он искал смысла жизни, думал о смерти. При этом был полностью лишен чувства трансцендентного. То есть он был, по мнению Бердяева, ограничен кругозором имманентного мира. Что такое кругозор имманентного мира? Действительно, для Толстого, оказывается, нечувствительный вот это религиозная вертикаль, да, религиозная трансценденция, которая позволяет идти личным путем спасения и внутри себя открывать действия божественной благодати. То есть это последний, так сказать, стержень духовный, тот, который является подлинной антропологией, христианской антропологией. Там, где есть Христос, когда Христос становится твоей сущностью, то есть он ведет тебя твоей истиной, твоим путем и твоей жизнью. Он ограничен кругозором имманентного мира. Ну и поконит итог Бердяев, что главная антиномия, то что самый существенный в России проповедник христианства, который напрямую занят Евангелием и Христом, на самом деле чушь этой религии, чушь понимания этой религии, потому что он лишен всякого чувствования личности Христа. Потому что Христос для него оказывается в результате учителем морали, учителем нравственности, но не Бога-человеком, который соединяет себя, глупостасно соединяет себя, божественное и человеческое. То есть не этого Христа знает Толстой. Помнение Бердяева. И вывод Бердяева следующий, что слабый, Толстой, слабый, немощный религиозный мыслитель, дословно слабый, немощный религиозный мыслитель, тем не менее в своей этой слабости и немощности он обозначает кризис русского религиозного сознания, христианского сознания. И обращает посредством выявления вот при себя этого кризиса, обращает миллионы людей к вопросам религии. То есть он ставит вопрос о религии, ставит вопрос о Христе, о Евангелии и его Церкви. Парадокс Толстого заключается в том, что он страшный враг христианства, так как формулирован Бердяев, и предтеча христианского возрождения. Типологически Бердяев связывает религиозное сознание Толстого с отчей ипостасией, то есть той дохристианской ипостасией нехристианским сознанием, в которой оказываются очень сильные элементы язычества. Здесь он, конечно, в чем-то повторяет Мережковского. Хотя он признает, что картина мира Толстого, она вполне себе монотеистическая. У Толстого есть великая жажда, как говорит Бердяев, исполнить волю отца, волю отца, его заповеди, но без, это дословное отстание, но без прибегания ко Христу, не через сына, не через сына, он не знает сына. Поэтому, по мнению Бердяева, он не знает и природы греха, не понимает и знает природы зла. Отсюда рождается его ложное учение, ложное учение, это определение Бердяева о непротивлении злую силу. Поскольку, ну, по мнению Толстого, да, стоит только так, как и депритирует это Бердяев, стоит только перестать сопротивляться, насилие исчезнет, а значит, разумное добро восторжествует. Вот он так описывает формулу Толстого непротивления злую силу. И здесь же дает свое резюме. Моральный максимализм в отношениях жизни именно и связан с неведением зла. Значит, вот изнанка, изнанка неведения зла и дает нам вот это морализаторство и некоторое доктримерство Толстого, который должен выступить с некоторой миссией и призвать народ к особому моральному заданию. Вот, но, тем не менее, в этом моральном задании не видно самого Христа. Поэтому по Бердяеву Толстого не видит зла, не видит личности, не видит истории, противится Христу, противится искуплению. Это все авторская темноология Бердяева. Бога понимает он не как существо, не как личность, а понимает просто как моральный закон. А Бердяеву нужна мистерия искупления. Просто тут слышится почти Скрябиновская, да, вот Серебряный век, мистерия искупления, чтобы зло было побеждено. А у Толстого был какой-то натуралистический оптимизм. Вот этот натуралистический оптимизм, конечно, колоссальное, вызывает противление у метафизика Бердяева. Ну, понятно, откуда мистерский оптимизм. Здесь историко-философскую отсылку делает Бердяев, он справедливо говорит, что это, в общем, логика просвещения, это логика просвещения, это логика Руссо, где все естественное является добрым. И вот здесь как раз по поводу Руссо и путешествия в Дижон, на то выступление здесь автокзале моего коллеги и соавтора по некоторым книгам Алексея Алексеевича Карамузы, где он рассказывал увлечение Толстого Руссо, и как, в общем, один из мотивов поездку в Дижон. Прекрасный был иллюстризмный доклад такой серии разрабатываемой им тревилогии. Таким образом, по Бердяеву Толстой строит разумное, безусловно, разумное учение о благе жизни, забывая, что природа человека падшая, и что зло сокрыто в самом человеке. То зло, которое, в общем-то, надевает различные социальные, культурные, индивидуальные маски, личины, исторические формы, приобретает исторические формы, тоталитарное государство, войны, все что угодно. То есть, проявляет себя в истории конкретных людей и в истории общества. Ну и по Бердяеву, простите, получается, что идея Толстого в буквальном смысле это отрыжка материализма и позитивизма. То есть, специфическое прочтение евангельского текста и религиозной традиции вот с позицией такой просвещенческой, просвещенческой позиции, где не преодолен материализм, а наоборот усилен. Но усилен он на почве религиозных исканий смыслов. То есть, вот бьется мысль Толстого между этими двумя фактами. С одной стороны, помните, да, надо читать Евангелие с красным карандашом, вот то, что укладывается в наше представление чудесности. Вот эту чудесность мы вычеркиваем, а все остальное мы оставляем. Вот, по сути дела, Бердяев интерпретирует эту основную мысль Толстого и выносит ему свой христианский моральный приговор. Толстой хочет спастись, как он говорит, в силу личных заслуг, а не в искупительную силу кровавой жертвы Сына Божьего. То есть, он действительно не признает, не понимает Христа. Ну и итог следующий. Чудовищно, что такой гигант, как Толстой, свел христианство к тому, что Христос учит не делать глупостей, учит благополучия на земле. Гениальная религиозная натура Толстого находится в тисках элементарной рассудочности и элементарного утилитаризма. То есть, какие следствия самой религиозной и интеллектуальной биографии Толстого? Вот из его учения получается. Совершенно справедливо Бердяев об этом говорит, что Толстой предстает перед нами в этом смысле как крайний анархист-идеалист, который устраивает анархический бунт против церкви, и его отрицательно критическая роль оказывается очень мощной. Она отрицательно критическая, но тем не менее она внутри вот этого движения к религиозному сознанию и к религиозному возрождению. То есть, все-таки, некоторый позитивный момент в этом Бердяев находит. Почему? Потому что Толстой для него, как я говорила уже, для Ленина, зеркало русской революции, для Бердяева это, в общем, зеркало кризиса исторического христианства. Исторического христианства, которое не может понять церковного предания, которое, в общем, раз зачаровалось и почувствовало отчуждение от такой обрядоверческой жизни церкви, от государствления церкви. То есть, она потеряла некоторое чувство харизматичности духа. Это уже как бы основная тема самого Бердяева, харизматичность духа. Так что Толстой для него крайне важен, потому что он этот кризис, собственно, и обозначает. Надо сказать, что сам Бердяев тоже немало претензий к исторической церкви предъявил. Это его включение, движение нового лимбезного сознания. Правда, потом было некоторое расставание, да, вполне с группой Мишковского. Но тем не менее, в основных его работах в 30-е годы, годах 40-е годы, вот эта вот претензия к тому, что церковь не справилась со своим духовным заданием. Она потеряла дух Христа, а часть его своей, исторической ретилизации. Не то, чтобы в отмерщении, но действительно, в некотором отпадении, отпадении от духа. Это присутствует на протяжении всей его философской биографии. То есть церковь, которая элиминировала дух, не смогла сохранить харизму откровения. Вот для него Толстой очень важен показатель этого критического процесса, и этот критический, катастрофический процесс, он лежит в основании русской революции по Вердиаре. Потому что здесь, в общем-то, самая главная претензия к Толстому, как мыслитель, претензия, которую он совершенно уничижительно, со страшной силой, со страшной борью предъявляет в тексте 18-го года дух русской революции в вот этой главе, посвященном Толстому. Потому что Толстой для него оказывается неспровергателем церкви, неспровергателем культуры, истории, и он видит в том, что его моральное учение становится основанием революционаристского сознания. И он это аргументированно доказывает. Аргументированно доказывает, когда рассматривает философский религиозный потенциал Толстого, он сразу оставляет в стороне его, как автора «Вольды мира» и автора Анны Калининой, да, то есть художественный гений не затрагивает. Он именно говорит о его учении. Он преимущественно, конечно, оценивает Толстого. И, конечно, вот тут пару слов, понимаешь, что нужно уже завершать по времени, пару слов я должна сказать об этом тексте и той метакритике или гиперкритике, которую Бердя предъявляет к Толстому. Ну, напомню, что текст предваряется эпиграфом из Пушкина из стихотворения бесов, где говорится о сбившихся с пути. Сбились мы, что делать надо? Бес нас водит, да? Вот кто водит, какой бес привел к катастрофе русской революции? Для Бердяева это бессонная катастрофа, это бездна. Это для него гораздо более макалитичная вещь, чем революция, французская революция, потому что наша революция, Бердяева, она и антинациональна, и она является абсолютным апокалипсисом культуры, истории и государственности. У нее есть ледовский стиль, в ней действуют в качестве маскарада все старые бесы, причины вот этого греха, греха и порока, который заразил моральное и нравственное сознание русского человека. Вот он начинает учитывать, учитывать, видя все эти рожи в гоголевских душах, и не только в его персонажах, всю эту бесобщину, затем все эти бездны, революционализма и действительно бесовства в творении Достоевского, и наконец он приходит к Леву Толстого и говорит о том, что Лев Толстой интересен в первую очередь как источник моральной философии Толстого, как основание и созерцание русской интеллигенции, ни больше, ни меньше. И вот тут весь его ураг приходится на Толстого. Вот буквально какие-то несколько, здесь можно очень долго оставаться в этом тексте, он просто гениален по своей фактуре, по способу выражения мысли, по яркостью, образности и вот буквально берущей за самую суть, за самое ядро. Но основные обвинения в адрес Толстого несколько назову. То, что мы уже слышали в предыдущих текстах, то, что Толстой индивидуалист, крайний индивидуалист, то, что он обладает нравственной невменяемостью, потому что он не видит эту личность, он грязно не вменяет, его морализм граничит с аморальностью, потому что он предъявляет колоссальные претензии ко всему, к судьбе, к истории, к власти, к государству. И вот заражает этими претензиями огромную часть русского общества. Причем эти претензии это болезненные претензии, безусловно болезненные претензии. Причем обвиняет Толстого в том, что он забывает самую главную обязанность писателя – творить культуру. То есть он выступает моралистом, но он отрицает культуру. Он не чувствует нравственной обязанности творить культуру. Все эти особенности и болезни русского сознания представляют благоприятную площадь для возникновения учения Толстого. Притязательная мораль нигериста, то есть он называет его родоначальником русского нигеризма, его лидером на рубеже 19-20 века. Что он менял развитие нравственно-ответственной личности, он мешал развитию нравственно-ответственной личности, что он, более того, дословно, он совершил погром морального русского сознания. В нем русское народничество, столь руковое для судьбы России получило религиозное выражение и нравственное оправдание. Они соблазнились ложью толстовской морали. Он антикультулинен, он максималистичен, он антиисторичен. Его упрощенное морализаторство – самый главный претензий. Представляете, до чего доходит Перзяев? Он упрекает Толстого в том, что Россия проиграла первую мировую войну. Потому что вот это отношение, отрицательное отношение в истории к своему государству, оно деморализовало, говорит Перзяев, русское общество. И оно стало проводником вот этого дезориентированного морального сознания, которое обрушило и русскую армию, русскую государственность и всего. То есть моральная оценка Толстого, как он, войны, моральная оценка войны Толстого привела к поражению войны. Это вот дословно. То есть получается, что победил анархизм, тот самый крайний индивидуализм-анархизм, который на самом деле Толстой исповедовал. Для Толстого нет ни греха, ни покаяния, вырождающего человеческую природу. Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России. Учение Толстого было более разрушительным, чем учение русского. Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России. Вот это, ну, одни из таких самых выразительных обвинений, на самом деле, и достаточное количество. И тем не менее, и тем не менее, в преодолении толстовства Бердяев видит искупительную миссию русского народа, который впал в эту ересь эволюции, и вот в избывании в себе этого догматизма, морализаторства, обезличивания и деконструкции государства, пунктовой истории, вот если это все будет преодолено, то, что выявил Толстой в своей именно идее, не художественной практике, не художественной практике. Вот в этом Бердяев видит некоторую надежду на возрождение России. И, конечно же, еще раз верну в свои самые главные мысли, что Бердяевская оптика, его фокус направленный на Льва Николаевича Толстого, он очень специфичен, очень специфичен. То есть он открывает, он вступает в зону риска. Это такая колоссальная полемика, да, и нужно действительно обладать некоторой соравной аргументацией философской, чтобы полемизировать Николая Александровича Бердяева. Но свидетельство это верное. Верное, как человека, который пережил эту драму, эту трагедию, не снимая ответственности с себя, он окождествил себя и с Толстым, и с Достоевским, и провел себя через эту искупительную, очистительную процедуру горького самопознания, говоря о том, что во мне это тоже есть эти все элементы, во мне есть все эти элементы. Поэтому тема Толстого, философской критики Бердяева, она, я думаю, только вот открыта, приоткрыта, но вы видите, насколько это богатый сюжет, и, конечно, еще, скажем, в контексте интеллектуальной биографии самого Бердяева требует дальнейшего рассмотрения и осмысления, но какие-то основные вехи и леверные точки такого содержательного плана и историка философского плана, я надеюсь, увидел сегодняшний выступление. Всем спасибо. Спасибо. Я так думаю, если мы попытаемся писать с точки зрения, вообще разные, на самом деле, с точки зрения Бердяева на творчество Толстого и в исторический контекст, и в историю формирования мировоззрения самого Бердяева, вот что мы получим. Начало 20 века. Бердяев, еще марксист, он пишет для ботоничного права на освобождение, там, как и в таком либеральном, даже левом ключе, он придерживается левых взглядов, он критикует отлучение Толстого от церкви, пишет, что за этим стоит победоносцев и церковная бюрократия, он солидаризируется с Толстым по вопросу свободы совести, и там и звучит еще та критика Толстого, которая появилась позже. Затем, уже после революционной годы, сборник Вейхи, происходит поправление, и вот это движение к идеализму. И Бердяев тут, когда он критикует русскую интеллигенцию, вы совсем правильно, в последнем вашей мысли, или там одна есть последняя, о том, что Бердяев, он критикует в том числе и себя, когда он придерживался вот этих позиций, да. Это преодоление в том числе и собственного бывшего мировоззрения, и вот сборника религии Толстого, статья «Веркий и новый завет в религиозном сознании Толстого», там уже совершенно иной взгляд на творчество Ивана Николаевича. Очень сильное влияние Мережковского там, вплоть до того, что Бердяев повторяет за Мережковским отдельные тезисы о том, что Толстой ветхозаветный мыслитель, это тезис, который звучит в трудерях Толстого и Достоевского Мережковского, о том, что Толстой прекрасно изображал душевную и телесную природу, но не понимал духовность, это тут авторство Мережковского. И Бердяев уже встает на церковные позиции, и именно с этих позиций фактически критикует толстовскую религию, толстовскую концепцию ненасилия, да, не желание Толстого разделять представление о выступлении грехов и так далее, и так далее. Потом, вот 18-й год, вот эта статья, где звучат столь резкие оценки Толстого, она очень популярна именно среди критиков Толстого. Почему? Потому что, вот, ну, если надо найти вот то произведение Бердяева, где Толстой критикуется наиболее резко и на самом деле, конечно же, не объективно, вот эта статья «Духи русской революции», где выясняется, что именно Лев Николаевич самый главный виновник революции, да. Кстати, вот там интересная мысль о Первой мировой войне. Вот Томас Манн в 1928 году написал очерк ее в Толстой. Он как раз наоборот написал, вот как раз о Первой мировой войне, он написал, что если бы Толстой зажил до 14-го года, то война бы не началась. Конечно. Да, там другая совершенно мысль, тут выясняется, что Толстой виновник... Объективно, за проигрышей войне, да, с точки зрения Бердяева. Это переплетение исторических эпох. И почему, с чем связана столь резкая критика? Это 18-й год. Это не весна 17-го года. Если бы Бердяев написал эту статью «Бестой 17-го», там были бы совершенно иные, я вас уверяю, оценки этих духов. Да, это 18-й год. Это время красного террора, белого террора. Это время выхода на историческую сцену того самого народа, причем во что это выливалось, те представители интеллигенции, которые жили в России, они это очень хорошо видели на самом деле. И отсюда стремление, ну как бы переложить моральную ответственность на кого-то. Ну на кого же можно переложить, как ни на русских писателей, хотя мы знаем, что сами представители интеллигенции, они как раз принимали самое действенное участие в своем время в революционном движении. Да, хотя, ну во всяком случае, в свое время не осуждали революцию, в отличие от того же Льва Толстого. И дальше, после эмиграции, уже начинается нам все-таки иной период, период осмысления наследия Толстого, вообще русских философов. Вот очень характерная оценка в русской идее дана, попытка как бы подытожить наследие Толстого, Достоевского, и вписать их в историю русско-философской мысли. И Деряев пишет, что и многие идеи Толстого, и Достоевского, они очень блестки русской идеи. И там уже совершенно иной подход, подход такой вот ретроспективный, это не подход мыслителя, который является современником непосредственно событий, современником того же Толстого. Это уже подход историко-русской философии. Вот мне кажется, так правильнее охарактеризовать эволюцию то есть зрения Бердяева на Толстого. Не знаю, как вы согласитесь или нет. Ну, историко-философская схема, которую вы предлагаете, она, конечно, имеет место быть. Здесь совершенно справедливо, что статьи, они всегда актуальны. Бердяев это тот человек, который бесконечно глубоко включен в среду, в среду, в социальную, политическую, интеллектуальную. И его статьи, они реактивны. Это бесконечно продолжающаяся дискуссия, бесконечно продолжающаяся полемика. И, конечно, в отношении последней статьи, разумеется, и не только в отношении последней статьи, в отношении Ветхий Завет в сознании Льва Тостова, то, что вы говорите о каких-то заимствованиях у Ерешковского, но это справедливо, потому что они говорят одним языком. Эти идеи, которые они не то чтобы друг у друга заимствуют, они их без ссылок, они их обсуждают. Они их обсуждают, они становятся основанием их общего языка. Это же еще как восстановяет процесс становящегося философского языка. Начало 20-го века, это крайне важно. Он не до конца выработан, он так и не до конца выработался даже у миграции, потому что был разрыв с почвенной и почвенной традицией, культурой, хоть они в диаспоре пытались это все самым мощным образом сохранить. Да, я соглашусь, что это реактивные вещи. Они реактивные и они ситуативные, они несут в себе большой политический подтекст, но тем не менее они крайне важны для Бердяева, потому что в каких-то критических высказываниях они характеризуют его собственную эмоцию. И для него, конечно, этот опыт Толстого, на самом деле антихристианский опыт Толстого, он для него неприемлемый, при том, что он солидаризируется с исторической политикой церкви, совсем он сам пришел и чувствует, повторяю, что он сохраняет своих даже поздних работ. Ну, вот здесь он с ним точно расходится, при том, что он его обожает и считает его своей родиной, духовной родиной, и он является частью его личностного мифа, и, в общем, частью его семейной истории через войну 1812 года. То есть, это часть его истории личности, он с ним не расстается. Он бесконечно перечитывает, но полемизирует с ним, как с мыслителем, претендующим на некоторый оригинализм. То есть, он выстраивает ему по гамбургскому счету. То есть, всю историю философии, всю историю философии кладет в основание оценки Льва Толстого. Поэтому тут все. Тут и буддизм, тут и христианство, тут и низший, тут, в общем, европейская современная милософия и не только. Такие идеи о буддийском нигилизме тоже, якобы, буддийском нигилизме Толстого тоже высказывали и до Бердяева, и Федоров, и Самойдев, и у Мережковского. Да, это все справедливо, да. То есть, они не стесняются не то, чтобы заимствовать, но это как бы очень перетекает. У Бердяева тоже очень, кстати, много. Самая главная его тема, тема свободы и тема творчества, она, по сути дела, позаимствована. Свобода позаимствована на Уэрна, творчество из близкого окружения. В общем, да, потому что и у Федорова вычитывает Бердяев вот эти вот позитивистские сутки, потому что за него это превращение, специфическое, превращенное в форму религиозного сознания, это и есть и учение Федорову, потому что там все сплетается, и позитивизм, и современное научное познание, и в то же время некоторая христианская идея и идеализм, да. То есть, в этом смысле, да. Почему у него Ипсен, вот это вот маленькие кладки, 28-го года, это журнал «Путь», Путь, который он возобновляет, в 25-м году возобновляет вместе с Вышеславцем, как основной образ религиозной философской руси, и вот там печатает Ипсен Фолстой и Николай Федоров, то есть, у него в одном ряду это подставляется. Хотя, конечно, опять же, признают величие, замысла и этот пафос, пафос Федоров, это безусловно. Но везде он очень чудо, понимаете, он прям на нюх чувствует, там, где этот материализм, позитивизм затесался, и как он начал искажать религиозную картину мира, у него все, у него просто физическое отвращение, там, где дух умолился, и там, где вот произошла метаморфоза, он сразу, сразу, мгновенно. Слушай, у него прям реакция такая. Вопрос, пожалуйста. Ну, очень хорошо, наглядно показали бердяевский интерес к Толстому, но мы в 21 веке, и у нас, в общем-то, интерес к этому Толстому и Бердяеву, а потому, что практика жизни, гритерия истины, и Бердяев, и Толстой в своих трудах, как бы, практика не утверждет. Сегодня мы видим, что они, как бы, где-то там, на полке истории. И в этом плане, ваше личное отношение, а насколько бердяев был прав в отношении к Толстому с позиции сегодняшней практики жизни? Спасибо. На суд истории 21 века всю эту дискуссию о Льве Толстом можно и нужно обыносить, но окончательного суждения мы сделать не можем. Потому что, еще раз повторю, это события той исторической реальности. Они вполне оправданы вот в таком взрыве, да, в таком эмоциональном взрыве. Но что касается вот такой вычижительной критики Ивана Николаевича Толстого, то разбираться сегодня с его толстым таким образом, конечно, не стоит. То есть искать, учитывать дополнительно в этом какие-то аргументы против его антицерковности и с помощью Бердяева, анафематства и Толстого, конечно, нет. Сам Бердяев от этого открестился. Он просто поставил себе задачу честного философа посмотреть на учения Толстого. Вот я думаю, что наша задача должна быть такой же. Честных историков, философии, посмотреть на ту историческую дискуссию. Историческую дискуссию. В ней есть зерно правды. И исторической правды. Действительно, как сказал Бердяев, Толстой велик своим не учением, а исканием. Вот этими тысячами километров, намотанными вокруг себя. Вот это величие он осознавал. То есть он оставил нам это совещание. Вы посмотрите на... И не оскорбляйте гениальную личность. Он же нам говорит, не смейте оскорблять гениальную личность. Вы посмотрите на Толстого, что это гениальный факт России. Факт с ее величием и с ее болезнью. С ее трагедией. В котором есть расставание с религиозностью. В котором есть глубокий пополненный поезд. И она остается вот на этом пути. И Толстой, конечно, он по-прежнему велик своим исканием. То есть у нас... Что, у нас сегодня ситуация совсем далекая от искания Толстого? Неужели наши молодые... Получается, что надо еще раз пересмотреть и подойти к этой ихней дискуссии уже на строго научной основе необычного философского ляля. Спасибо. Вот следующий вопрос. Давай. Да, конечно. Валяй, валяй. Знаете, я немножко в таком ракурсе хотел спросить о человеческом примере. У вас был интересен доклад, но просто по переписке, по оценке. А вот человеческий пример Толстого и Гордяева. Из вашего доклада было видно, что пока вот, что Толстой это каос, который смог остановить историю, который смог, значит, остановить мысль, значит, остановиться, дать возможность другим тоже, значит, о чем-то задуматься. И, значит, с какой-то примера смысленности в жизни, может быть, даже с некоторой ошибкой у вас получилось, что на фоне этого старательный Толстого и Гордяева, который входит вот от этого каоса и выстреливает, значит, пытается его уколоть. Ну, вот, не такая вот практика получилась. Вот это мощь и отличие, значит, Толстого и Гордяева не удалось уделить. Вот. За что он, как бы, это дело критиковал? Вот это вот, когда позицию перешел Гордяев на критику религиозную, как-то у меня место было. Что, Гордяев с христианством разобрался, что ли? А с позиции христианства Толстого и Толстого. Это очень странно, то есть это пустое место. Выбросить, давайте выбросим из творчества Гордяева христианскую критику, потому что в христианстве он не совсем разобрался, так сказать, нет, у нас, да? А что у него останется? Человеческое величие. Человеческое величие. Великие гердяев? Ну, ну да, вот, сравнить вот ваши, именно не с точки зрения научных документов, а с точки зрения понимания личности. Я не совсем, человеческий пример, я не совсем понимаю смысл этого вопроса, простите. Нет, я же задаю мне для того, чтобы вы по книжке ответили, а потому что вы сейчас сообразили бы и помнили. Вот фигура, человеческая фигура. Какая фигура более убедительная? Какая фигура более сильная? Ведь, смотрите, ведь, по сути, чем интересен фигура, это силы. Выставлять и раншировать авторов русской культуры, интеллектуальной культуры, европейской культуры, это совершенно неблагодарное занятие, потому что каждый из них велик по-своему. Как у Толстого написано, что все семьи счастливы одинаковы, несчастливы по-своему. Вот они все и счастливы, и несчастливы по-своему. Они все... Нет, мы не говорим о сравнении, о человеческом. Нет, вы именно это спрашиваете. А вот вы попробуйте сказать, в чем человеческий пример Толстого, и в чем человеческий пример Гордея? Для чего? Человеческий пример, человек идет, он в жизни, понимаете? Да, я понял вашу гибриду, речь идет, в конце концов, все сводится к вопросу об объективности. Вот мы услышали, в основном, это была три. Ну, оценка, да, оценка историка философии, оценка философа, который не был толстоведом, прямо скажем, но который обращался к последнюю Толстого. В конце концов, речь идет к об объективности восприятия Бердяева в наследии Толстого. Это, отчасти, связано с предыдущим вопросом. Тут действительно трудно сравнивать эти личности. Ну, Бердяев, да, гибридный философ, да, публицист, который жил в определенную эпоху, который, безусловно, является одной из самых значимых фигур русской философии рубежа веков, и, ну, сравнивать с Ольгойом Толстым, его так же бессмысленно, как и сравнивать, допустим, с, там, с Готе, с Шейнспиром и так далее, и так далее. То есть, это личности там несравнимые. Вот. А что касается вот особенностей философии, да, вот вы правильно сказали о том, что Бердяев против Толстого с христианских позиций, что это у него есть свое понимание христианства, и понимание это, ну, вот в статье 12-го года и, как бы, в статье 18-го года, оно сближается к церковным пониманиям. Толстой совсем по-другому понимал христианство. Поэтому правильно было бы называть Бердяеву православным, или там выслителям, которые так или иначе привыкал к православной традиции, к критике Толстого, и который продолжал вот эту вот линию, которая была намечена русскими богословами, там, 80-х, 90-х годов 19-го века, которые тоже не принимали Толстого со своих православных позиций, со своих узкокрофессиональных позиций. Нет, ну, понимаете, я у кого вопрос задал. Это совершенно, вот, смотрите, вот вы и дети несмышленные, юноши, там, допустим, 12-14 лет, да? И вы им говорите, вот, на уровне какой-то игры, вот позиция Толстого, вот позиция Бердяева, вот насколько они сильны и интересны, насколько привлекательны просто по человеческим каким-то там параметрам, как человеческий пример, вообще для детей, без относительных гризис, а с точки зрения их человеческих позиций. Одного и другого, конечно, они важны. И вот, чтобы уметь человека, чтобы уметь человек, чтобы уметь человек, чтобы уметь человека, чтобы уметь. в принципе, чтобы уметь, чтобы уметь его, например, уметь. Нет, нет. Сумасшедшихся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok